Накануне профессиональный праздник отметили автомобилисты. В этот день уже третий год подряд компания «Ямал Механизация» проводит конкурс профмастерства. Между собой соревновались как водители легковых автомобилей, так и машинисты, экскаваторов и бульдозеров. Кроме того, они блеснули и знаниями теории. Бороться за победу новоуренгольским участникам пришлось не только между собой. На нее претендовали и работники предприятий из Баваненково и Воркуты. За водительскими баталиями наблюдал мой коллега Андрей Бебелес. С утра в одном из кабинетов «Ямал Механизации» слышны шуршания бумаги и скрип ручек. Водители предприятия сдают теоретический экзамен по вождению. Это один из двух этапов конкурса профессионального мастерства среди работников автомобильного транспорта. Все по-разному готовятся к проверке знаний. Руководство освободило от таких особых поездок и просило, как говорится, налечь, чтобы не подвезти. Не хотелось подвезти свое, как говорится, управление. Знания теории проверяют не только у водителей, но и у машинистов спецтехники. Это люди опытные и знающие свое дело. После успешной сдачи теории водители переходят во двор предприятия, а машинисты на специальную площадку за его пределами. Там для них уже готов испытательный полигон. Автомобилисты и водители спецтехники демонстрируют профессионализм на экскаваторе, бульдозере, внедорожниках и тяжелой технике. На практике водители показывают себя не хуже, чем в теории. Автомобилистов не удивишь сложными упражнениями. Во вседневной жизни им постоянно приходится решать более трудные дорожные задачи. Оценка работников предприятия в целом хорошо. Работают все добросовестно. Бывают, конечно, некоторые срывы, но это сейчас очень мало. В основном все работают не за страх, а за совесть. Нормально работают. До упора коридора, звуковой сигнал, заднюю передачу и паркуемся вот здесь, в этом коридоре, вот в квадрате. Самым тяжелым заданием и водители, и судьи признают парковку Урала с прицепом. Даже опытные автомобилисты не всегда выполняют это упражнение без штрафов. Водители разные у всех. Бывает, когда водители садятся из других категорий, хотя в водительских тоже есть эта же категория Е. Ну это, скажем так, одна из самых сложных категорий, поэтому бывают проблемки, конечно. Все дисциплины сданы. Победителя должен определить случай. Наступает самый ответственный этап – награждение. Капсулы с именами всех финалистов опускают в лототрон и перемешивают. Чтобы не было почвы для подозрений, право выбора доверяют ребенку. За третье место награждают телевизором, за второе – ноутбуком. Победитель, как в поле чудес, получает автомобиль. Новая «Лада Гранта» ждет своего хозяина в Сургуте. Заранее победителя хочу пожелать, что, управляя этим выигрышем, показывал такие же знания ПТД и умения вождения, как показал сегодня. Новоуренгойский отдел «Ямал-механизации» выиграл приз только за третье место. Ноутбук забрал водитель из Бываненкова. «Лада Гранта» станет собственностью работника из Воркуты. Так, победитель Софи. Кулагин Андрей Леонидович. Андрей Бебелес, Роман Чернов, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова